Сегодня у нас первая пробная передача, но надеюсь, что в дальнейшем мы сможем продолжить цикл интервью «Черное и белое». Сегодня в белом углу Гела Васадзе, соучредитель свободной зоны, и я, корреспондент Кавказского узла, Беслан Кмузов. Сегодняшняя наша тема – это опросы, которые были проведены Национальным демократическим институтом. Гела, сразу же такой вопрос. Сегодня было опубликовано данные о том, что все политические партии фактически потеряли свои рейтинги. Потерял рейтинг, например, коалиция большинства «Грузинская мечта». Они скатились с более чем 30% до 20% с лишним процентов. 24%. И Единое национальное движение почему-то тоже потеряло, не так драматично, потеряло 4%, но 16%. Как ты считаешь, почему потеряли голоса избирателей и «Грузинская мечта», и Единое национальное движение? Так, ну, для начала, добрый день. Действительно, начинание очень хорошее, и я желаю успеха от всей души. Начинание, что касается потерь рейтингов и так далее. 4% – это предел погрешности, поэтому говорить о том, что национальное движение что-нибудь потеряло, не имеет никакого смысла. Другое дело, что национальное движение ничего не приобрело. Так что мы можем тут говорить о том, почему национальное движение ничего не приобрело. Что касается «Грузинской мечты», то абсолютно, естественно, политическая сила, которая заводит страну в экономических, политических, правительственных, ну и самое главное – финансовый кризис. Я абсолютно не ошибся, говоря вот так вот. Потому что началось то, что финансовый кризис, но для населения, прежде всего, финансовый кризис наиболее болезненный, естественно, оно теряет. Я скажу так, что, скажем прямо, для «Грузинской мечты» это не самый худший показатель. На самом деле могло быть и гораздо хуже. Ну, хорошо. Допустим, для «Грузинской мечты» это не такой драматичный показатель. Тем не менее, почему единое национальное движение ничего не приобрело? Нет, ну почему национальное движение ничего не приобрело, это уже второй вопрос. И вопрос сам по себе очень интересен. Тут может быть два ответа на самом деле на этот вопрос. Первый вариант ответа – то, что правительство «Грузинской мечты» усиливает репрессии против национального движения и так далее. И второй ответ может быть следующий, что национальное движение не приобрело в силу того, что плохо работает. Вы знаете, вот я думаю, что второй ответ, он более близок к истине, чем первый. Плохо работает национальное движение, реально не работает с населением. Вот сейчас началась какая-то волна работы, это и речь идет об антикоррупционных комитетах, которые выездные сессии в районе, встречи с населением и так далее. Но это вот буквально сейчас. А опрос, как вы знаете, проводился месяц назад. То есть месяц назад активности национального движения не было. Национальное движение, вот эти 16%, 16-20% вот этих делов погрешности, поддержки, даже не поддержки населения, давайте скажем прямо, а тех, кто говорит, что мы поддерживаем, это разные вещи. Поддержка населения тех, кто говорит. Вообще, в вопросах NDI, IRI, в таких вопросах всегда нужно различать две вещи. Население, которые, те респонденты, которые говорят, мы поддерживаем, и те, кто реально поддерживают. Те, кто реально поддерживают, если мы говорим о оппозиционной силе, то всегда ее результат меньше, чем реальный. Если мы говорим о правящей силе, всегда ее результат больше, чем реальный. Понимаете, о чем идет речь. То есть я приведу такой пример, 2012 год, уже отшумел этот виниковый скандал, и сентябрь месяц, результаты опроса приходят перед выборами, и что мы видим? Национальное движение 65%, грузинская мечта 17%. Это сентябрь, середина, то есть за дней 10 до поражения национал. Понятно, да? Объяснимо. 17% грузинской мечты на выборах трансформировались в 50, с лишним, 54%, это 56% победы на выборах. А 60% национального движения трансформировались в 40, с лишним процентов результатов на выборах. Поэтому, когда мы говорим об оценке, любой вопрос нужно оценивать не прямо вот такой результат, вот так вот. И потом не будем забывать, там, по-моему, 32% у нас неопределившихся, да, то есть, которые не знают, которые не хотят ничего знать и так далее. Из этих, из этих двух процентов, может быть, какая-то часть процентов, опять, правда, не знает, но, или процентов, допустим, даже половина. Но другая половина, которая просто не хочет говорить. Ну, кстати, там, действительно, 8% людей, которые отказались, вообще, вообще, которые отказываются говорить. Это тоже, еще 8% к этому приват, поэтому говорить о том, что сегодня, что такое трагическое происходит с оппозицией, нельзя. А вот на месте правительства я бы очень сильно подумал, в чем дело, что у них что-то не так. Причем, у них что-то не так, не только в результатах опроса, а просто только отражает объективную картину. Кстати, вот насчет правительства. На первой позиции у нас патриарх, на второй позиции у нас президент, на третьей – Ирак и Алассания, на четвертой – Баку-Пашвили, на пятой – Бакрадзе и туда, и только на шестой. То есть, получается, что реальный представитель грузинской мечты только на шестой позиции. Да, и первое лицо государства, которое считается в конституции. Грузия первое лицо государства – это премьер-министр. Да, это так, это реальность. В то же время президент, который привела грузинская мечта, на первом месте. На втором. На втором. Среди политиков на первом. На первом месте, конечно, патриархи. Это никогда не менялось у нас. Даже в самые, скажем так, годы, когда популярность Михаила Саакашвили зашкаливала, патриархи всегда был на первом месте. А вот, что касается президента, я скажу так, а давайте подумаем вот о чем. Почему? Маргул Ашвили у нас оказался, президент у нас оказался на второй позиции. Кстати, не маленькая позиция, на самом деле очень большая позиция. Да, а почему? Это же крайне занятный вопрос. А занятный вопрос, почему? Смотрите сами. О чем идет речь? Маргул Ашвили ничего не делал. То есть, в практической политике ему места нет. Более того, его вытолкали из практической политики. Будем откровенны, еще и власть, команда, которая привела его к власти, его же от властных структур вытолкала абсолютно, от рычагов власти. Но Маргул Ашвили сумел встать в какой-то момент, он сумел встать в позицию и сказать, что нет, ребята, я не буду послушной игрушкой в ваших руках. И вот эта позиция, она и, в принципе, снискала ему достаточно большое уважение среди населения, и поэтому и в рейтинг упал. То же самое мы можем сказать об Ираке Аласане, у которого на самом-то деле рейтинг упал. Но когда он был при власти, и в то же самое время имел свою позицию, то у него был достаточно высокий. Помните, он был вторым, да? То есть, фактически получается так, что в Грузии выгодно быть власти, но иметь свою позицию, отличную от власти. Быть оппозицией власти, внутри власти. То есть, всегда выгодно иметь свое мнение? А не мнение, совпадающее с мнением российского олигарха Безинаева Алишевы. Назовем вещи своими именами. Так? Хорошо, просто если мы будем говорить о правительстве в дальнейшем, то на шестом месте первое лицо государства. Так, первое лицо правительства. Но интересно то, что самым плохим министерством считается Министерство финансов. Насколько обусловлен низкий рейтинг Арибашвили? Фактически низким рейтингом его финансовой политики. Ну, скажу так, что сегодня вот Давид Сергеенко, который возглавляет самое хорошее министерство у нас, Министерство здравоохранения, самое рейтинговое, он сказал абсолютно правильно, что за все это правительство отвечает вместе. На самом деле, Министерство финансов, оно ничуть не хуже и не лучше, чем Министерство здравоохранения. У правительства есть политика, политика, которая не оправдывает себя. И в силу этого, ну, достаточно низкий рейтинг самого Арибашвили, это в результате, да, конечно, финансового призиса, да, конечно, валютного призиса, но в результате общей политики правительства. Поэтому говорить о том, что вот из-за Министерства финансов, Министерство финансов плохо работает. Ну, представляете себе машину, наверное, многие из вас представляют. Представляете себе, что карданный вал работает хорошо, а там распределительный вал работает плохо. А в целом, машина едет ужасно, потому что и тормоза отказывают иногда, и с рулевым управлением что-то не то. А вот одна какая-то часть как будто бы работает хорошо, но эта одна часть, она не может как будто бы работать хорошо. Потому что функция машины ехать, функция правительства создавать условия, чтобы экономика развивалась и общество шло вперед, и страна развивалась. Эту функцию наше правительство не выполняет, увы. Поэтому у меня такой вопрос, насколько вообще грузинское общество объективно в своих оценках? А да, оно дает очень большой рейтинг Министерства здравоохранения. 77% респондентов говорят, что они довольны медицинскими сервисами, но при этом в целом правительство, в лице Гарри Башвили, дает оценку отрицательную. То есть можно ли говорить, что в принципе в Грузии наметилась тенденция объективной оценки? Нет, любое общество, оно очень субъективно, потому что любой избиратель в нынешней ситуации, в любой стране, кстати, это Грузия не исключение, любой избиратель, он оценивает действия правительства, и это, наверное, правильно, исходя из своего собственного нынешнего положения. То есть вот сейчас нехорошо, правительство работает хорошо. Может быть, вполне возможно, и скорее всего, его хорошо или плохо, чаще всего вообще не связано с деятельностью правительства. Но факт тот, что как только правительство начинает создавать ему проблемы, а экономическая политика правительства реально создала проблемы, то, естественно, субъективно оценивает этот плод. С другой стороны, к этому ко всему добавьте то, что наш гражданский избиратель, оно очень эмоционально. Он все еще продолжает голосовать с сердца. Но этому есть очень простое объяснение. У нас нет гражданского общества, у нас нет четких социальных групп, которые бы осознавали свои экономические интересы. Это вот на следе совка, которая, в общем-то, с которой нам еще какое-то время придется иметь дело. Хорошо. Немножко поговорим об институтах. На этот раз упал рейтинг полиции. Не скажу, что драматичного по отношению к предыдущему опросу в августе 2013 года. Но сегодня он где-то превышает 30% в то время, как в 2011 году он приближался к 90%. Рейтинг полиции. Слан, нискаким августом 2014 года сравнивали рейтинг не надо. Это надо с вами действительно с 12-м годом. И поэтому давать с этого времени рейтинг упал катастрофически. Это катастрофа, и это катастрофа не Министерства внутренних дел, и это катастрофа даже не правительства. Это катастрофа страны, самый успешный и самый эффективно действующий институт. У нас практически решается доверить население, потому что доверяют всего треть. Что такое, нужно хорошо понимать, что такое та ситуация, когда только треть доверяют полицию. Это означает, что только треть готова защищать законы и готова в случае необходимости обращаться в полицию. Ну, если уж не крайние меры, там, вооруженное обрабление или что-нибудь. С чем это может быть? На уровне слухов, а слухи, они всегда вещь неблагодарная, но на уровне слухов мы знаем прекрасно, что полиция перестала фиксировать нарушения законы. И вот отсюда начинается недоверие. Мелкие правонарушения полиция пытается не фиксировать для того, чтобы не портить статистику. Мы возвращаемся в Савок. И вот этот момент, и другая еще сторона есть медали. Сами полицейские этим крайне недовольны. Низший и средний состав полиции, и это мы тоже знаем. То есть они недовольны возвращением Савок. И вообще институт полиции сегодня держится исключительно на личных, скажем так, амбициях. Потому что это амбиция быть полицейским, которым призван служить и защищать низшего и сильного состава полиции. Они не берут взятки. Они пытаются выполнять свой долг. Но вместе с тем, когда нет нормального эффективного руководства, рано или поздно эта ржавчина разъедает. Поэтому если в ближайшие годы не будут предприняты какие-то меры, мы можем вернуться в Савок. А это катастрофа. Да, при том, что население разучилось жить при той ситуации, оно будет абсолютно незащищенно. Абсолютно, да, согласен. Такой момент. Большинство граждан Грузии считают Иванишвили главным принимающим политические решения лицом. В частности, 59% считают, что Бедзина Иванишвили принимает решение. И 14% только с этим не согласны. И 41% опрошенных считают, что Бедзина Иванишвили лучше бы не принимал участие в процессе принятия решений вообще. Уже другие 30% считают желательным, чтобы Иванишвили занимал официальную политическую должность и участвовал в принятии политических решений легально. И есть 6%, которые считают, что он должен остаться серым кардиналом, который принимает решение, но не занимает никакой должности. Вот как ты прокомментируешь эти цифры? То, что 41% не хочет, чтобы Бедзина Иванишвили принимал какие-либо решения. Я прокомментирую их так, что это очень маленькие цифры. То есть, если 41% не хочет, то остальные фактически согласны с тем, чтобы Бедзина Иванишвили принимал какие-либо решения. Каждый народ достоин того правительства, которое имеет. 30% не совсем довольны тем, что Иванишвили принимает решение Кулуарна. Они бы хотели, чтобы он занимал какую-то должность официальную. То есть, получается, 70% не довольны тем, что эти решения принимаются не на государственном уровне. Так, нет, стоп, одну секунду. Значит, из этих 30% тут тоже, я же говорю, тут все относительно очень. Из этих 30% кто считает, что, сколько процентов, вопрос, сколько процентов считает, что правительство, политика «Виджетская мечта» она в правильном направлении ведет страну? Ну, около 30%. То есть, фактически, мы имеем дело с тем, что до сих пор грузинское общество, вот все, все грузинское общество, большинство уже осознало что-то, что-то вдруг не так. Но до сих пор у грузинской мечты существуют определенные сторонники, которые надеются на то, что Бедзина Иванишвили может что-то изменить. Хотя, вроде бы, здравый смысл должен подсказывать совсем другое. В силу этого, ну что тут комментируют? Понятно, что Бедзина Иванишвили принимает решение за это правительство. Понятно, что это абсурд полный. Вот в истории даже я не могу привести примеров подобному правлению. Ну, и понятно, что наше общество пока не готово до конца осознать всю губительность этого пункта. Еще один момент, это по поводу евроатлантических устремлений и евразийских устремлений. Президент вчера уже выразил свое недовольство, опасение тем, что 31% граждан считают, что нужно отказаться от евроатлантической интеграции. И вместо этого сосредоточиться на интеграции в Евразийский союз. Действительно ли, 31% граждан это серьезная цифра, которая заставляет настораживаться? Для страны, которая, сколько там лет, 7 лет назад воевала с Россией, для страны, где есть 20% оккупированных территорий, это более чем серьезная цифра, но опять-таки давайте будем реалистами. Что значит эта цифра? Эта цифра, в нее входит 10% тех людей, которые действительно поддерживают курс на сближение России, и 20% тех пессимистов, которые считают, что другого выхода у нас просто нет, а что делать? То есть, в электоральном плане, конечно, эти 20% они не будут голосовать за сближение России. Эти 20% скорее это те люди, которые считают, а к сожалению, вот у нас такая ситуация, что нам просто некуда деться. Но это не значит, что они не будут сопротивляться. Кроме всего прочего, 70% населения Грузии все-таки считают, что, извините, ребята, никакого сближения с Россией быть не может и не должно. То есть, соответственно, мы имеем ту картину, которую мы имеем. На самом-то деле, я много всего сказал про наш население, про то, что оно не совсем понимает что-то, про то, что оно не совсем развитое у нас общество и так далее. Но, с другой стороны, я скажу так, находясь под боком у огромной империи, в то же самое время сохранять такой заряд готовности к сопротивлению, это бы получилось не у всякого народа. Поэтому тут, я думаю, стоит Грузин все-таки похвалить. То есть, все-таки не все-таки безнадежно и какие-то у нас... Нет, ну что, какой там безнадежно? Абсолютно не безнадежно. Идут абсолютно здоровые процессы, которые, в общем-то, пережили все страны, и переживем и мы. Ну, последний такой вопрос. Какой вопрос ты хотел бы, чтобы я тебе задал? Ну, я скажу так, что практически все те вопросы, которые мне были заданы, я бы хотел, чтобы мне были заданы, это первый момент. И второй момент, конечно, было бы интересно, если бы у нас было бы просто побольше времени поговорить об административном ресурсе и роли административного ресурса, эпичных лоялистов в структуре опроса вот этого поддерживающего грузинскую мечту. Я думаю, это интересный момент. Это интересный момент, и я думаю, мы еще об этом поговорим. Поговорим. Хорошо.